Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как астрономы определяют гигантские расстояния до других звезд, уж не говоря о других галактиках? Нет, ну серьезно, как измерить расстояние до объекта, до которого даже свет идет несколько сотен тысяч или даже миллионов лет? Дольше, чем существует человечество в его нынешнем состоянии. А ведь в астрономии умеют определять расстояние и до более удаленных объектов. Причем без измерения таких расстояний астрофизики и космологии, какими мы их знаем, вообще не существовало бы. Проблема определения расстояний до удаленных объектов, к которым нельзя просто приложить веревку известной длины, нам знакома еще с древности. И эту проблему достаточно быстро научились решать, воспользовавшись так называемым эффектом параллакса. Вспомните, вот вы едете на авто или поезде, и находящиеся за окном предметы как бы убегают от вас в сторону противоположную направлению движения. Причем, чем дальше находится предмет, тем медленнее он убегает. Стоящие у дороги деревья исчезают из поля зрения быстро, тогда как объекты на горизонте кажутся почти неподвижными. Все дело в том, что при смещении наблюдателя на определенное расстояние угол, на который изменяется направление на тот или иной объект, меняется тем сильнее, чем меньше расстояние от объекта до наблюдателя. То есть, чтобы измерить расстояние до некоего удаленного объекта, например, здания, стоящего на другом берегу реки, нам достаточно сместиться относительно этого тела на некое известное нам расстояние, его еще называют базой измерения, и потом померить, насколько изменился угол, под которым мы теперь видим данный объект. В результате расстояния до объекта можно без труда определить с помощью несложных геометрических вычислений. Но если мы говорим о действительно далеких телах, таких как звезды, то для того, чтобы угол зрения изменился на заметную величину, которую мы сможем измерить, расстояние, на которое мы должны сместиться, должно быть очень значительным. По сути, для того, чтобы измерить расстояние до звезд, нам нужна база измерения, сильно превышающая размеры земного шара. К счастью, мы можем перемещаться на такие расстояния, причем даже не вставая со стула. Ведь наша Земля вместе с нами движется вокруг Солнца, благодаря чему нам доступна база измерения, равная диаметру земной орбиты, а именно 300 миллионов километров, и это уже кое-что. То есть мы, грубо говоря, измеряем, под каким углом мы видим звезду зимой, а затем делаем то же самое, но спустя полгода, то есть летом, когда мы сместились в сторону от своего зимнего положения на величину диаметра земной орбиты. Этот метод называется методом годового параллакса, и именно с его помощью в 19 веке измерили первое расстояние до звезд. Впервые это сделал российский астроном Василий Струве, сумевший достаточно точно определить расстояние до веки. Для понимания, годовой параллакс этой звезды составил менее 8 угловых секунд, то есть всего 0,002 доли градуса. Так что при тогдашнем уровне измерительной техники, даже метод годового параллакса позволял измерить расстояние лишь до ближайших и наиболее ярких звезд. Сегодня с использованием орбитальных телескопов и новейшего сверхточного оборудования, можно измерять годовые параллаксы звезд, удаленных не более чем на 10-15 тысяч световых лет. Тогда как, к примеру, диаметр нашей галактики Млечный Путь составляет 105 тысяч световых лет. В общем, хотя со временем астрономы и сумели измерить с помощью годовых параллаксов расстояние до нескольких сотен звезд, для полноценного изучения Вселенной или даже ее ближайших окрестностей этого было недостаточно и требовались другие методы. Одна из идей лежала, что называется, на поверхности. Известно, что видимая яркость любого объекта убывает пропорционально квадрату расстояния до этого объекта. То есть, если мы наблюдаем две одинаковые звезды, свет одной из которых вчетверо ярче, чем свет другой, то мы можем с уверенностью сказать, что вот эта звезда находится на вдвое меньшем расстоянии. Но для того, чтобы определить расстояние до звезд таким образом, нужно знать, сколько света эти звезды излучают, то есть их собственную светимость. А для этого нужно опять-таки знать расстояние, то есть получается замкнутый круг. Разомкнуть его сумели в начале 20 века исследуя так называемые звездные скопления, например, такие, как Геады и Плеяды, расстояние до которых заранее определили методом параллакса. Звездные скопления — это своеобразные звездные города, относительно небольшие области пространства, в которых на небольших расстояниях друг от друга расположено огромное количество звезд. К примеру, скопление Геады, находящееся на расстоянии 150 световых лет, насчитывает около 700 звезд, при том, что его размер составляет лишь около 10 световых лет. В этих условиях можно считать, что все звезды скопления находятся примерно на одном и том же расстоянии от Земли. А значит, если две звезды скопления при наблюдении с Земли имеют одну и ту же яркость, то можно предположить, что они и на самом деле светят одинаково. Изучая светимость звезд в звездных скоплениях, датский астроном Эйнар Герцшпрунг и его американский коллега Норрис Рассел пришли к выводу, что эта светимость вполне определенным образом зависит от цвета звезды. Наиболее массивные звезды светят голубым и белым, а самые маленькие — красным и оранжевым. Иными словами, по цвету звезды можно оценить ее истинную светимость. Ну, а дальше воспользоваться законом обратных квадратов и определить расстояние до любой звезды, которую мы только можем просмотреть в телескоп. Правда, для отдельных звезд метод работает с большой погрешностью. Но для определения расстояний до других звездных скоплений он прекрасно подходит. Благодаря этому астрономы смогли посчитать расстояние до самых удаленных скоплений нашей галактики. И в процессе этого выяснили кое-что очень важное и интересное. Есть такой тип звезд, который называется цифеиды. Это название происходит от звезды Дельта Цифея, которая была первой из открытых звезд этого типа. Цифеиды характерны тем, что их яркость колеблется со временем, то увеличиваясь, то уменьшаясь по вполне определенному периодическому закону. Для Дельты Цифея период пульсации яркости составляет 5 дней и 9 часов. У других цифеид он отличается, хотя общий вид формы кривой колебаний яркости является примерно одинаковым для всех звезд данного типа. Упомянутый выше Герцшпрунг, используя только что открытый метод измерения расстояния до звездных скоплений, определил расстояние до скоплений содержащих цифеиды, а значит и до них самих, и смог определить их собственную светимость. И вот оказалось, что период пульсации блеска цифеид вполне однозначно зависит от их светимости. То есть, посмотрев на цифеиду и измерив период ее пульсации, мы можем точно сказать, сколько света эта звезда излучает на самом деле. Ну а дальше мы снова вспоминаем закон обратных квадратов и получаем возможность узнать, как далеко от нас находится данная звезда. Так что цифеиды стали чем-то вроде геодезических маяков для астрономов при измерении расстояний до удаленных объектов во Вселенной. Такие маяки в астрономе еще называют стандартными свечами. Большим плюсом цифеид в качестве стандартных свеч стало то, что это очень большие яркие звезды, заметные издалека. Даже астрономы начала 20 века могли разглядеть цифеиды других галактиков, правда, только самых близких к нашей собственности. Но и это был удивительный результат. Впервые в истории ученые смогли определить расстояние до других галактик. Первым это сделал в 1925 году американец Эрвин Хаббл, определивший расстояние до галактики Андромеда, которая оказалась равным 2,5 миллионам световых лет. И это было потрясающее открытие. До этого считалось, что туманные облачка на ночном небе, которые, как мы знаем сегодня, являются другими галактиками, на самом деле представляют собой компактные звездные скопления в удаленных частях нашей собственной галактики, то есть Млечный Путь. И, таким образом, Млечный Путь является единственной и неповторимой в своем роде, а вся Вселенная вмещается в одну единственную галактику. Измерения Хаббла показали, что это не так, и что Млечный Путь является лишь одной из миллиардов галактик, формирующих Вселенную. А попутно выяснилось и еще кое-что очень-очень важно. Будет не совсем правильным сказать, что до работ Хаббла астрономы совсем не интересовались другими галактиками. Примерно за 10 лет до Хаббла астроном Веста Слайфер, изучая спектры излучения галактик, которые, напомню, тогда считались просто скоплениями, обнаружил в них так называемое красное смещение. Этот эффект чисто теоретически предсказал еще в 1842 году австрийский физик Кристиан Доплер. Он вывел, что длина волны света, излучаемого движущимся источником, должна меняться с точки зрения наблюдателя. Если объект приближается к наблюдателю, то длина волны должна уменьшаться, то есть свет должен становиться более синим. Если же объект удаляется от наблюдателя, то длина волны должна, наоборот, увеличиваться, то есть свет должен краснеть. Слайфер изучил спектр изучения других галактик и обнаружил в них красное смещение, что означало, что данные галактики удаляются от нас. Более того, по величине красного смещения можно было определить скорость этого удаления, которая подчас оказывалась значительной — сотни и тысячи километров в секунду. Наблюдение Слайфера навели советского физика Александра Фридмана на мысль о том, что Вселенная расширяется. Это было революцией в космологии, ведь до тех пор подавляющее большинство физиков, включая, например, Эйнштейна, думали, что Вселенная вечно и неизменно имеет примерно один и тот же размер. И хотя это представление господствовало в науке, под давлением фактов ученые были вынуждены изменить свое мнение, и теория Фридмана и сегодня лежит в основе наших представлений о зарождении и эволюции Вселенной, так называемой теории Большого Взрыва. Следующее эпохальное открытие сделал бельгийский астрофизик Жорж Леметр. Сопоставив скорость и разлета галактик, полученные по оценке красного смещения с расстоянием до них, он установил, что другие галактики удаляются от нас тем быстрее, чем дальше они находятся. Причем между скоростью и расстоянием существует четкая и однозначная математическая зависимость. Правда, открытый Леметром закон назвали не в его честь, а в честь упомянутого выше американца Эрвина Хаббла, который переоткрыл закон Леметра спустя два года после бельгийского физика. Закон Хаббла имеет массу интересных следствий в астрофизике и космологии, но нас в нем интересует другое. Благодаря открытой зависимости между величиной красного смещения и расстоянием до объекта, стало возможно определить это расстояние для любого объекта во Вселенной, свет от которого мы можем рассмотреть и разложить в спектр. Спустя всего сотню лет после того, как астрономы с огромным трудом научились умерять расстояние в десятки световых лет, наука получила в свои руки инструмент, позволявший, пусть и не слишком точно, работать уже с миллиардами световых лет. По сути, историю развития теории измерений расстояний в космосе можно представить себе в виде эдакой лестницы в небо, цепочки научных открытий, каждая из которых базируется на предыдущих достижениях. Сначала мы измерили расстояние до ближайших звезд методом годовых параллаксов, затем до более далеких методом Герцпродга-Рассела, через него прошли к цифеидам и методу стандартных свеч, позволивших померять дистанцию до других галактик, и, наконец, к красному смещению и закону Хаббла. Можно лишь поразиться находчивости ученых, ухитрившихся протянуть свою линейку через бездонную пропасть Вселенной. Впрочем, во всей этой истории есть один не слишком приятный момент. А что, если на одном из этапов строительства лестницы в небо мы ошиблись? К примеру, если завтра вдруг выяснится, что мы неправильно определили расстояние до тех же геат, то под вопросом окажутся наши оценки размеров галактики и градуировка шкалы расстояний, построенной по цифеидам. Если окажется, что мы напортачили с цифеидами, придется ставить под сомнение расстояние до других галактик и закон Хаббла. К закону Хаббла у нас тоже есть кое-какие вопросы, подробнее об этом мы с вами говорили в одном из наших предыдущих видео. Физики в курсе того, что шкала расстояний в астрономии является в этом смысле достаточно уязвимой конструкцией, и поэтому постоянно работают над ее укреплением и уточнением. Космические телескопы, снабженные сверхточной аппаратурой, позволяют использовать метод годовых параллаксов для измерения расстояний уже в десятки тысяч световых лет. Астрономы постоянно открывают альтернативные способы измерения расстояний до других звезд нашей галактики, такие как, например, эффект Уилсона Баппа, а также постоянно ищут альтернативные стандартные свечи. Сегодня в этом качестве используются, например, звезды типа РР Лиры или определенные типы сверхновых. Так что шкала расстояний в астрономии постоянно подвергается проверкам и перепроверкам. На масштабах нашей галактики пока что вроде бы все нормально, хотя определенные казусы время от времени возникают и тут, а вот на межгалактических масштабах к общепринятой теории есть определенные вопросы, которые, помимо прочего, ставят под сомнение и наше представление о том, как устроена Вселенная в принципе. И, кстати, ничего особо страшного в этом нет. Наука с древности двигается вперед методом проб и ошибок, а отрицательный результат для ученого тоже результат.